Здравствуйте, дорогие учащиеся! Тема нашего урока – алфавит языка синтаксис. Сегодня на уроке познакомимся со структурой и синтаксисом алфавита языка Python. Научимся записывать линейные алгоритмы на языке Python. Как вы думаете, какое значение имеет понятие алгоритм для предмета информатика? Какова связь между последовательностью изображений на рисунке с алгоритмом и линейным алгоритмом? Давайте посмотрим на экран. Здесь изображен алгоритм гигиены рук. Однако, как вы можете видеть, процесс последовательности нарушен. Давайте с вами разберем и упорядочим данные этапы. Итак, первый этап, второй этап, третий, четвертый, пятый, шестой, далее седьмой и восьмой. Мы с вами упорядочили эти этапы, и в данном случае такой алгоритм будет называться линейным. Алгоритм – это совокупность последовательных шагов, схема действий, приводящих к желаемому результату. Линейный алгоритм – это алгоритм без ветвлений и повторений, описывающий последовательное выполнение действий. На экране вы увидите пример линейного алгоритма, записанного в виде лог-схемы. Изучение любого языка начинается с алфавита. Из букв складываются слова, из слов – предложения. Аналогично изучается и язык программирования. Сначала нужно узнать, какие символы можно использовать для записи операторов языка программирования. Давайте с вами разберем алфавит языка Python. Содержит латинские прописные и строчные буквы, такие как А, Б, С и так далее, Х, Y, Z. Прописные и строчные А, Б, С и так далее, Х, Y, Z. Также арабские цифры от 0 до 9. И специальные символы, такие символы арифметических действий, как сложение, вычитание, деление и так далее, знаки припинания, скобки и другие. Зарезервированные слова, то есть служебные слова. For, if, class, def, print, input и так далее. Для обозначения переменных и постоянных величин используются имена-идентификаторы. С английского identification переводится как установление соответствия объекта некоторому набору символов. Идентификаторы или имена переменных – это последовательность цифр и букв, которые начинаются с буквы. Идентификатор состоит из латинских букв, нижнего прочерка и цифр от 0 до 9. Пример идентификаторов вы можете видеть на экране. Переменная – величина, которая имеет свое значение и тип. Значение переменной в процессе выполнения программы может изменяться. Некоторые имена не могут использоваться в качестве переменных в программах. Например, if, class, def, print, input и так далее. Эти слова называются зарезервированными словами. Вы можете написать несколько операторов в одной строке через точку запятой. В записи программы используются составные операторы. Оператор – это команда языка программирования. Для этого ставятся четыре пробела или используются табуляции. Для того, чтобы разработать программу на Python, необходимо выполнить ряд следующих команд. Найти программу, открыть ее. Выполнить файл, new file в окне программы и создать новое поле для записи программы. Чтобы запустить программный код, нужно выполнить команды run, run module. При первом запуске программы приложение потребует сохранение, если файл не был заранее сохранен. Выполним практическое задание. Значения a, b и c равны 10, 15 и 24 соответственно. Значение суммы трех чисел присваивается к переменной d. На экране отображается значение переменной d, которое выделено синим цветом. Как вы видите, мы присваиваем каждой переменной значение к a 10, к b 15. Разделяем каждую точку запятой. К c присваиваем 24. Нажимаем знак Enter. Далее d равно сумма трех этих переменных a плюс b плюс c. Набираем команду print в скобках d. Нажимаем клавишу Enter. Синим цветом выделен результат. В результате последовательного выполнения этих действий в таблице покажем изменение значений переменных в памяти компьютера. Так вы можете видеть, что когда выполняется первая строка программы, то три ячейки в памяти компьютера переименовываются в a, b и c. И в них заносятся соответствующие значения. В нашем случае это 10, 15 и 24. Когда выполняется вторая строка, то сумма значений ячейк a, b и c заносится в ячейку d. Результат выводится на экран и выделяется синим цветом. Строгое последовательное выполнение действий называется линейным выполнением. Выражения указывают порядок, в котором будет выполняться действие. Выражения состоят из переменных и постоянных величин, скобок и операций. На экране вы видите пример действий х плюс у – сложение, х минус у – вычитание, х умножить на у – умножение, х делить на у – деление, х двойное деление у рассчитывает значение целой части отделения х на у, а х в процент у рассчитывает значение остатка отделения х на у. На экране вы видите примеры целочисленного деления и остатка отделения. Давайте с вами проверим первый пример – 25 делить на 7. Для этого переменной а присваиваем значение 25, переменной b присваиваем значение 7, а переменной c присваиваем действие целочисленное деление, то есть а, два знака деления, b. Выполняем команду print, в скобках обязательно записываем c. Нажимаем клавишу enter, и вы видите, что синим цветом окрашен результат, то есть 3. Выполнилось первое действие. Теперь проверим нижний пример, то есть остаток отделения. Также переменной а присваиваем значение 25, переменной b присваиваем значение 7, переменной c присваиваем действие остаток отделения, то есть а, процент, b. Выполняем команду print, в скобках записываем c. Нажимаем клавишу enter, получаем остаток отделения 4, окрашен синим цветом. Оператор input позволяет вводить строковые данные, а для ввода числовых данных используется оператор как int, в скобках input, и двойные скобки закрываются. Пример первый – это оператор input. Обратите внимание на экран. Мы присваиваем переменной a оператор input. Далее переменной b, также оператор input, то есть мы данные будем вводить с клавиатуры. Оператору c присваиваем действие сложения a плюс b. Ввели два числа 23 и 45 с клавиатуры, набрали команду print, нажали знак enter и получили число 2345. Пример второй. Используем оператор int input. Также присваиваем переменной a оператор int input, обязательно отделяем операторы на одной строке точкой запятой, присваиваем переменной b оператор int input, также отделяем точкой запятой. Переменной c присваиваем действие сложения. Далее вводим с клавиатуры два числа, к примеру, 23 и 45. Вводим команду print, нажимаем клавишу enter, и синим цветом мы видим результат. Сложение двух чисел 23 и 45 дает нам 68. В первом примере значения переменных a и b рассматриваются как строки, и операция сложения объединяет эти две строки и выводит их на экран. Во втором примере программа рассматривает значения двух переменных как целое число и выводит их в сумму. Выполним задание. Дана длина a и ширина b классной комнаты. Составьте линейную программу, которая рассчитывает периметр p и площадь s этой комнаты. Итак, алгоритм решения. Чтобы найти периметр и площадь классной комнаты, мы будем с вами использовать формулы, известные нам из курса математики. Они видны на экране, где периметр это 2 умноженное на сумму a и b. А площадь это произведение этих сторон a и b. На экране вы видите пример решения данной задачи. Мы также использовали оператор int input. Ввели формулы, присвоили переменной p, то есть периметру произведения 2 и суммы a и b. Также разделили точкой запятой. Присвоили s произведения a и b. Ввели с клавиатуры 2 числа 4 и 5. Это ширина и длина классной комнаты. Выбираем команду print. Слово периметр заключаем в апостроф. Ставим знак запятую. Выводим p, то есть наш периметр. Периметр равен 18. Результат выделен синим цветом. Далее также выполняем команду print. В апостроф заключаем слово площадь равно. Ставим знак запятой. Выводим s, то есть площадь. И синим цветом у нас окрашивается результат, что площадь равна 20. На этом мы завершили наш с вами урок на тему алфавит языка синтаксис. Надеюсь, полученная информация была для вас полезной. До встречи на следующем уроке. Субтитры создавал DimaTorzok